Я на дорогу на целую сутку самогонку, а кто-то будет за меня платить? Но это все равно выгоднее, чем вы сейчас. Ну пожалуйста, ребята. Общественное место. Скажите, будь ласка, сколько кушать вы платили? Нет, ну просто говорите из-за того, что один будет экономить, а другой будет платить. Он рассказывает, а как красота общей счетчиков? Для вашего 51 тысяча шестнадцать. А реально она сколько? Да что там говорить? Я сэкономлю. Кто-то не сэкономит. Кто по Конституции заставит меня принимать то ваше условие, которым я не желаю пользоваться? У вас нет права даже написали общее письмо, что не желаем. Одну квартиру пока? Нет. Выделали почту на 50 тысяч. А реально воно стоит 15 тысяч. Силу эти людей. Это ясно, что им в газовом хозяйстве нужно, чтобы у них не было задолженности. Здесь на доме не будет, там еще уговорим кого-нибудь. Меня можете сфотографировать даже сзади. Нет. Да нет. Да нет, ты не только старые счетчики, пойми. В газовом хозяйстве там должно быть, не должно быть убытка, не должно быть задолженности. Вот что. Ну ничего, что мне полицию вызывали? Вы вызывайте. Вы вызывайте. Да что у нас полиция? Арестуешь. Объясни. Кто мы? Потому что вы препятствуете. Да нет, не препятствуете. Значит, смотрите, товарищи. Не надо мне смотреть, мне в субботу 92 года, и я не хочу получать то, что вы мне навязываете. Я по Конституции имею право. Я же не скривожусь. Ну вот, бачите, как хорошо. Мы вам помогаем. По Конституции имею право получать то, что я желаю, а не то, что мне навязывают. В Европу пришли, и что теперь? Чтоб навязывали нам? Да, там Европа. Я наоборот, я в противоположной стороне. Кто старший будинок, да Вера? Не, май. Не приехал. На работе? В чем он будет являться? Ему надо с ними жить дружно. И с сервисами, и с газовым хозяйством. Вот этот ваш старший будинку сказал мне, предоставьте такие документы. Я предоставил такие документы. В чем причин? Не надо. А у нас документ один. Мы по Конституции имеем право брать то, что мне хочется. То, что я желаю, а не то, что мне навязывают. Если вы желаете, вы можете поставить идеальный чинок за влачников. Мы поставим. Або за кошты бюджета. Вы можете поставить тогда, когда у него позволили. Або за кошты бюджета места. Мы поставим со временем. Но вы можете... И это меня закон не обязывает завтра ставить или послезавтра ставить. Вы можете в последующем... Вы даже не слышите, что я говорю. Меня закон не обязывает ставить сегодня или завтра. Вы же мне не даете сказать по этому поводу ничего. Вас никто не обязывает сейчас ставить вам идеальные щечки за властный кошмар. За вашу. Вы можете поставить и целый лечильник тогда, когда даже будет загальнобудинковый стоять. Вообще-то вытягивайте свою татуру. Это напрасно. Все напрасно. Никому не дало право насильствовать здесь. А скажите, вот вы не боитесь отключать газ, если, допустим, всех жильцов не уведомили? Вдруг у кого-то что-то варится, жарится там. Мы уведомили, как положено. Не, я понимаю. Ну, а вдруг люди не увидели там и так далее. Что дальше делать? Какая процедура? А мы проверим систему. А, вы систему проверили? После того, как мы будем запускать систему, мы проверим... Мы уже воюем долго. На утечке, да, проверяете? Конечно. Падение давления. Понятно. Это все покажет система. В течение пяти минут, если давление падения не будет, то все нормально. Я сейчас не до наших представителей дома. Вот. И будем разбираться. Цель по теплосети, что там раскидали на кубометры. И все. А это каждый... Один экономит, другой нет. В Желтневом районе отключили людям газ. Люди добились, что восстановили газ. Смотрите, я просто хочу сказать. Не говорите на камеру, не говорите людям, что вы против домового счетчика. Все, что вы хотите, это видеть проект, документы на это все дело. Потому что, к сожалению, закон против нас. Нет, неправда. Покажите мне... А мне по Конституции покажите, что мне будут насильствовать тот принимать вид услуг, которые я не желаю. Послушайте, мы сейчас то же самое делаем. Скажите, кому это нужно, вам или нам? Кому? Кому вам? Конечно, газового хозяйства. Если вы заинтересованы, вы будете давить, если нам надо... Поверьте, я сейчас защищаю 6-й дом, мы защищаем сейчас 6-й дом и 14-й, чтобы не поставили общий домовой счетчик. Я юрист, у меня высшую юридическое образование, не куда-то другого района. Я против домового газового счетчика. Я помогаю, я объясняю людям. Я понимаю, это мой человек, это не Криворожий Аспир. Я пытаюсь, чтобы это... Мы были на 8-м доме, на 14-м Подбельского. То же самое. В прошлый раз, видите, в прошлый раз был представник полиции. Представник полиции. Сейчас я вам скажу. Лейтенант Юдин Евгений Александрович, инспектор роты номер 2 батальона номер 4 УПП. Есть номер телефона, он зафиксовал, что... Если мы ему нададим, я скажу, что это представник полиции, был на будинку номер 6, на будинку номер 8 и на будинку Подбельского 14. Он зафиксовал, что если будут наданы документы, которые запросам надаются старшему будинку, то он позволяет нам установить загальнобудинковые мужчинники. А 16-го почему вы не пришли, когда старший был мужчин? Мы с ним в телефонном режиме созвонились. А на что нам телефон, и людей собрали на собрание, а сами не прошли. Вы в телефонном режиме с ним созвонились. Он же провел индивидуально с вами собрать. Правильно, и вы отказались. А что ж ты не прыгаешь? Подписали заявление, все, а где оно? А как он будет жить с ними, с органами, житлосервисом, газовым хозяйством? Кто он будет жить? Не надо, мужчина, молодой человек. Мне 92 года. Вы меня не заставите работать на вас же, на ваше газовое хозяйство. А почему представителя такого выбрали дома, который, вы говорите, защищает не ваши интересы, а житлосервисы, там, горгазы? А, понятно, просто интересно. Вы же выбираете своего представителя дома. Вы же выбираете своего представителя дома. Нет у вас такого. Вы нарушаете права человека по сервису. Ответ их. Деловые. И у правителя. Конечно. Можете показать? Ну, мы заявление поднимаем. Мы так не понимаем, да? Эти бумаги пусть останутся ему. Не желает дом, чтобы вы проводили то, что вам выгодно. Не желает. Галина, будинковый леченник, природный. Старший будинковый запросил документы. Да ничего в него нет. Документы. Ну, берут у нас, смотрите. Документ один. Ну, документ. Я знаю, пока члены. Есть нежелание жильцов? Что вам сказал, что вы имеете право ставить его после этого? И письменно вам показали, и стоим здесь, мертвой хваткой. Покиньте, пожалуйста, территорию. Почти ограждено. Это место проведения дневных работ. Хозяюшка, ну, пожалуйста. У меня наряд есть на выполнение этих работ. Не надо нас заперечивать установлению загальнобудинковых леченников, природного. Я буду индивидуальны. Все. Я не против. Ставьте себе индивидуальны. Простите у места, чтобы вам выделили кошки. Нам сколько выделили кошки, затем мы и ставим. Ой, сыноте, подойди. Я не могу все как работаешь за свое начальство. Ты всего лишь работаешь. Я исполняю звено. А они, наверное, так и сделали. Один проект на все дома. Или в фотошопе меняют там вот это название дома. Когда счетчику. А нам отреки, что? А нам отреки, что? А нам отреки. Нечего его сюда. У меня навыка, блин. Я уже постою, что туда уже нехрен делал. Поставьте на место. На тормяке, что мы потом будем делать? Женщина, оставьте ящик. Я вам помогу его найти назад. Оставьте ящик. Вам предоставили все документы, что делали? Мы заполняли. Мы написали, что он сдал. Мы написали, что он сдал. Нет, мы подписывать не будем. Мы написали. Каждому ставьте счетчик в квартире. Общий нам не надо. Я за кого-то платить не собираюсь. Мы написали заявление зарегистрировано в Горгазе, как положено. С просьбой об установке индивидуальных счетчиков в каждом узору. Заявление зарегистрировано. Так я могу зрозуміти, что в проспекте Усотричья Кривогорога 10 дом заперещуя по установлению загально-будинкового лечильника природного газа и написали зарегистрировано в Кривогорога по установлению индивидуальных лечильников природного газа. Вы заявление свое видели? Где ваше заявление? Есть. Покажите, пожалуйста. Можете его принести? Сейчас посмотрим, что написано. Вот это написано. Да? Тогда будет плохо. Тогда будет плохо, товарищи. Один написал только? Или все такое написали? Все подписали. Все подписали. Кстати, двое коллега в курсе дела. Какой? Вот стоишь с телефоном. Это не коллега. Нет, нет, нет. Это оппонент скорее, чем коллега. Мы не коллега. Мы представители шестого дома. То есть мы не горгат. Душа надоумила. Я сама себя взяла и надоумила, и наляпала вчера на каждом подъезде. Не подписывайте, пожалуйста. Не соглашайтесь. По проспекту 23 Кривого Дорога просим установить индивидуальные приборы учета газа согласно закону такой-то, в квартиры такие-то. Так, исчетчики установлены. Тут не написано, что они против установки домового. Тут написано просто, что они просят установить. Вот мы ждем ответа. Что нам даст Кривого Дорога газа? Не, ну подождите. Вы же тогда мне сказали, что если я подготовлю пакет документов. Я подготовил пакет документов. Мы просим ответ. Вот нам на это письмо... Я подготовил пакет документов, который вы запросили. Нужен ответ на это заявление. Сейчас, смотрите, давайте ознакомимся с тем документом, пакетом, который приготовил представитель Кривого Рожьего газа. Ну, оно пока не нужно. Это как нам даст ответ Кривого Рожьего газа. Вот мы будем ждать ответа Кривого Рожьего газа. Доверьтесь, можно ознакомиться с пакетом документов? Да им уже безразлично. Да на печаток дорогой можно, знаешь, что... Уже безразлично. Во-первых, у вас, даже если на то пошло, у вас нет акта проверки вентиляции. У кого-то вентиляцию проверяли дома? Конечно, проверяли. В марте 2015 года. В каждом доме проверяли. У нас заканчиваются 16-е годы. И что, у нас на РИК проверяется. Так сейчас 16-е заканчивается. Это полтора года прошло. А один раз на РИК. У березня 2015 года. А сейчас 16-е заканчивается. 16-е. А, 16-е, тогда понятно. Вы же 15-е сказали. Я был в Горгазе. Они мне сказали, что так и так ждите в течение месяца, а вам придет ответ. В течение месяца. Вот когда придет ответ, тогда мы разрешим вам поставить общий. Я вам скажу, какая-то ответ прийдет. Что вам, згідно графику на установление и виделених коштей в плану розвитку зароспадельных систем, выделены коштей на установление безкоштовного лечильника загальнобудинкового природного газа. Каждому в квартире. Загальнобудинкового лечильника природного газа. Молодой человек, согласно Конституции, вы не имеете права заставить меня. Вам только на рынке хорошо. У вас так хорошо подвешено, особенно когда я вам говорю о Конституции, о правах каждого из нас, принимать те условия, те услуги, которые человек желает. А не то, что вы мне навязываете. А инженер сейчас житлосервиса приедет, сказала, даст ответ. Да она не приедет, я заберу у них. А, вы заберете у них ответ и приедете с ним. И по шестому дому, и по десятому. Житлосервис пока не сдается властье на то, чтобы вам установили общий домовой узел учет. Мы же хотим поставить себе индивидуальные. Не будем повторяться, мы уже на эту тему не раз разговариваем. Почему в Крущевках поставили, там поставили, а что нам не ставят? Я вам расскажу. Почему по ТНК-5, по-моему, поставили 7 квартиры, почему? Как ставят, то всем общие. Кто же 9-этажный дом? Такой самый 9-этажный дом, такой самый. Потому что им выгодно потом разбросать на всех жителей. А я вам расскажу, почему вам интереснее. Все, это очень выгодно. Потому что этот счетчик, вот этот счетчик, ну, и он символизирует 15 тысяч гривен, правильно? А вы по документам списываете, вот, как за 50 тысяч? Нет, неправда. Я вам рассказываю, что у меня люди в Пиаражазе, это все мне рассказали. Это сугубо ваше мнение. Если сейчас у вас еще нет с балансодержателем бумаги пока от него, давайте тогда перенесем установку этого прибора. И от балансодержателя у вас нет пока письма. Зачем мне приносить установку? Ну, сняться зачем? Покуда мы документы не получим, что нам... Приходите завтра на комиссию, приоружаться на все обещания. Да не надо, комиссия мне надо. Я вас приглашаю, завтра на комиссию. Нет, визуально приглашайте, пожалуйста. У них нет, у них нет акта про прорушение. У них там ничего нет. Послушайте, до конца меня. Они не против, ну, как я вам тогда говорил, они не против установки общедомового газового счетчика, но хотят видеть всю документацию на него, если оно так поможет. Мы хотим индивидуальный счетчик. Послушайте до конца. Да даже если я предоставлю информацию, что от Житлосерс, они все равно будут стоять. И от УБЖП. О том, что они... УБЖП вам дал акт разграничения границ всего лишь. А они дали свое погоджение. Управитель или балансодержатель. Они не должны давать его погоджение. Должны как-то не должны. Не должны давать его погоджение. Вообще, честно говоря, когда делается проект на такие вот, ну, скажем так, работы, там обычно с балансодержателем, по-моему, даже из метрологии это все узводживается. Должен быть представитель метрологии. Там непочатый край. Макаров Александр Анатольевич. Ой, грошики все, что получили, все расстроен, калет тепер, нема за что куплять. Скажите, а вы сделали протокол? Конец года. Ну, зачем? Я жду письма. Я того, кто говорит, вы же нелегитимный старший дома. Хорошо, вот старший дома, вот старший дома, все вы старший дома. У вас должен быть протокол домового комитета. У меня протокол есть. И то, что... Вы можете мне его копию дать? Ну, или долго вы его возите туда-сюда, этот ящик? Ну, скажите, пожалуйста, что вам дает, что вы отца колядуете? Не соглашается дом. Все, и ваши вот эти вентиляции, все это до одного места. Это все до вентиляции, до моей. Я не дам, я не согласна. Это мое право по конституции. А вы тут рассказываете о каких-то протоколах. Мы же не против, чтобы общее строить, чтобы каждому ставить. Если народ против, значит народ против. Если вы против, так мы против. Давайте согласно закона установим каждому в квартиру счетчики. Вы сейчас как старший сделаете нехорошую вещь для всех жильцов. Я сделал нехорошую вещь, если мы сейчас подпишем акт отказа. А завтра, когда кому-то начислить 18-го, вы будете крайним. А я не буду крайним. Я вам просто говорю, по закону вы не можете отказаться от этого счетчика. Я не за них, поймите. Я же говорю, что вы можете только одно и сделать, по каместь, получить согласовательные документы все. Вот этот процесс. Сначала мы получим ответ на наши заявления. Что вам напишите в вашем случае? Я не понял, молодой человек. Вы такой добрый и хороший. Вы не за них, но вы не должны отказываться от этого счетчика. Я говорю, что вы не имеете права... Да нет такого у вас законодательства заставить то, чего я не желаю. Если бы они не подписали этот акт, тогда вас бы перекрыли бы газ на дом. Раз, вот, правильно на таких домах или нет. А житло-сервис понятным по порядку. Криворожный газ требует от житло-сервиса проверки у каждого вентиляционного канала. Да нет, но он никто ничего не проверял. И у вас у всех тяга, блин, трехкратная, как положено. Никто ничего не проверял. Если бы у вас не была проверена тяга и были нарушения, мы его бы отключили. Запишите. Я живу в третьей и второй квартире. Уже всю свою сознательную жизнь. Ни один раз не приходил никакой газовый... Мирное время были. Ходили каждый год. Мирное время. А сейчас... Так поднимите документацию, запросите у житло-сервиса. Кто там подписывал, кто проверял, кто был, раз не было такого. Я вызывал проверить вентиляцию в первой квартире, потому что вытяжки нет. Приходил ЖЭК, приходила комиссия Сисполкома, составили акт, что строители заложили. У меня вообще вентиляции в квартире нет. А какой акт у вас составлен? Это не у нас. Это у вашего правителя. Это у вашего правителя. У меня вообще нет в квартире вентиляции. Пусть перенесем, мы дадим ответы на облеты заявлены. Ну вы же отказываетесь от установки загальнобудинкового. Конечно, пока еще не отказывается, мы еще подумаем. А что вы хуже другие, что всем вставили? Мы не хуже. Мы не отказываемся, но думаем. Мы вставили 470 два счетчика загальнобудинкового. У нас в вашем право вставки. А что же вы всем подряд не вставили? Вот выбрали наш только, да? Вам не все. Я уже устал просто объяснять. Вы слышали, тогда у нас обравнили. Два раза уже объяснила. Вот тут ящик уезжал. Есть комиссия работала, которая определяла, где будет загальнобудинкового. Это не комиссия решает мои права. Не комиссия, а Конституция. Давайте так. Смотрите. Мы получим от вас документацию, копию, которую вы приготовили для этого дома. Проведем на собрании этого дома. Да, мы подумаем. На собрании этого дома. Это другое дело. Мы согласны с вами. Я ждать не буду. Они не против установки домового счетчика. Ну, ждать не будете, оставьте себе дома. Они вам проголосуют по этим документам, что вы дали. И дадут вам ответ, протокол, копию. Вот это то, что они могут сделать. Это было бы хорошего. Если он, как орган самоорганизации населения, он даже не уповноважен на особо-будинку через 417-й закон. Тут данный вопрос идет как распоряжение конструктивными элементами дома. Его уповноважен в будинок. Есть два протокола вида. Первый – ОСН. Это орган самоорганизации населения, который действует в райсполкоме. А второй протокол – это уповноважен на особо-будинку. Это 417-й закон. Вот он должен быть в старшем дома через 417-й. Вы сдавали протокол через полком? Да, да. Не, в райсполк. Вы – ОСН. Он идет. Когда вы сдавали? Нету вашего протокола. Вы так и сказали. Значит, получается, когда меня… Когда меня исполнили. В 2006-м. В 2006-м, 2007-й, 2008-м. Значит, когда они меня вызывают, никогда, когда меня вызывают, правильно? Значит, протокол там есть. А когда вы приехали туда, протокол они… Я вот спросил по этому… У кого вы спросили? У кого? У этого. У начальника управления жительской политики… Саксанского района. Кри… 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 Я понял. Саксанского района. Он сказал, что вы последний раз были зарегистрированы в период с 2004-го под 2009-й год. Ну, в 2006-м вы же зарегистрированы в 2006-м, или в 2006-м, или в 2006-м, или в 2006-м. Ну, в 2014-м году вы не перерегистрированы. Они зарегистрированы. Народ против. Что не понятно? Мы его выбрали. Но народ хочет, чтобы поставили индивидуальные счетчики каждому партию. А если поставят общие, то чтобы он был безопасным. Оставьте копию документов на этот дом. Молодой человек, что вы тут поете? О каком общем? Речи быть не может даже. Значит, смотрите… А давайте на копию документов, мы их изучим. Если все соответствует законодательству… Копию документов я могу дать по вашему запросу. Смотрите, вы сейчас, по вашему запросу… Вы меня запросили эти документы, я могу вам показать. Не, мне надо копию, чтобы мы… Пожалуйста… Коллективом, чтобы мы коллективом… Пожалуйста, запросите, вы пишите, да. Разобрали, собрали. Вы хотите копию протокола моего, да? Вы згоднее на эту копию, да, протокола. Вот давайте время запроса, да. Пишите мой адр. Пишите мой телефон. Телефон у меня есть. На этом доме вешаем сейчас объявление. Вот можете вечером проверить. О том, что через 10 дней у нас будут проведены загальни сборы с привластниками этого дома. И повестка дня будет установка общедомового и газового счетчика. После этого вы получите у повноваженного особу, действительно, это во-первых. А во-вторых, решение с привластниками. Да, я уже третью неделю жду этот протокол. Вы еще подождете? Нет. Я не буду ждать. Завтра приходите на комиссию. Я вас официально завтра приглашаю на комиссию на 16.00. Мы официально ждем письменного ответа. Письменный ответ. Сынок, теперь что не русским языком сказано? Пока мы ответ не поймем лучше, мы с вами разговаривать не будем. Это письмо сегодня вам доставят вечером. Ответ. На вот это письмо. Вы сегодня вывесите, что у вас будет общее собрание. Дайте мне, я сфоткаю этот регистрационный номер, чтобы я увидел это. Как вот они русские, рассказывают, разговаривают. Ага, им надо поставить и все. А когда надо, мы русские. Универсальные. Видишь, это знак. Это знак. Так же 15 тысяч, а он здесь 50.00. А потом как будет? Ты не представляешь задолженность. По дому вся будет раскидываться. Ну за кого-то будем платить. Ну за кого-то будем платить. Ну или буду платить, а мы будем платить. Я думаю, ребята вам не дадут поставить сегодня. Вы уже привыкшие на северок, понятно. За три недели вы досужились только 19-го числа направить туда. Да мы не спешим. А это вообще разрешается? Один на два дома? Ничего себе. А, по объему потребления я понял. Такая маленькая труба тут какая. Тут 50-ка, 40. 40. А завтра приглашаем. Это на два дома хватает? Нет. Это на один дом? Понятно. Я проверяю. Сегодня будет объявление о загальных сборах через 10 дней. Это по закону так положено. Мы вас приглашаем на эти собрания. Уже три раза были сборы. Один раз было, а второй раз вы не пришли. Я вас уже два раза собирал. Вы сегодня увидите это объявление на каждом этом подъезде. Через 10 дней они проведут собрание. У вас будет протокол. Уповноваженный будинок уже по 417 закону. Это будет самое правильное. И второй вопрос будет у нас. Да зачем мне? Мне будет достаточно, когда я привезу человеку письмо сегодня. И достаточно будет, чтобы он мне сделал копию протокола, который есть у него. Протокол. И все. Без проблем. Мне не нужно. Он не в тариках. Недостаточно будет. И завтра их приглашут на комиссию. Даже если газовое хозяйство откажет в наших требованиях, все останется так же. Вы это понимаете? Вы, друзья, как не садитесь, а музыканты не годитесь. А этот самый? А что? Довольно быстро, сколько? Минут 10. А что ему? Работать надо. Вызвали, да? Ну я думаю, раньше приезжали они гораздо дольше. Сейчас ходим. Исполняется. Девочки. Исполняется. Заброшенный дом. Группа. Не ставь. Райся. Мне показалось, что 40 минут не было. Пошел домой, взял пуси от города. Александр Гусс, и как вы задолговали с этими счетчиками? Они звонят через час. А что тут у вас? Ты все дольше съехал? Здравствуйте. Да, я вызвал полицию. Представитель, старший мастер Данюк Виталий Владимирович Саксанского подразделения. Дельницы номер 2 в Словоне внутрішньо-будинково-система за постичание. Мешканці будинку нам протидият при установленні загальнобудинкового лечильника природного газа. У меня есть все документы. Робочий проект, акт розмежування балансовой належности, технічные завдания на установление загальнобудинкового, завдания на проектование, проект сам, где указано все размеры, где будет установлено лечильник газа. Акт розмежування балансовой належности эксплуатационной ответственности, подписанного начальника управления благоустрою и житловой политики. Лист звернення до управителя и начальника управления благоустрою про то, что данную дату будет установлено загальнобудинкового лечильника газа. Мы приложили все нормативно-правовые акты, законы Украины вказали, постановили все. Жители дома давали согласие на установку и индивидуальные счетчики. Я понял. Мы противизор ГАЗ, просьба установить счетчик индивидуально. Я понял. Я ознакомился с этой ситуацией, мы выезжали на подобные случаи. Смотрите, была нарушена процедура согласия жителей по вопросу установления данных счетчиков. Жители не давали, поэтому никакой установки быть не может. Если хотите, будем вызывать следственную оперативную группу, а также сами. То есть жители отказываются от установки загальнобудинкового лечильника в газ Theвалishofer? Да. Они не отказываются, они просят поставить индивидуальный счетчик. Нет. Мешанцы отказываются от загального счетчика и вынуждаются установить индивидуальный счетчик. Не вынуждаем, matches согласно закона. У gentils De sure они социаль傳東 Дубко который подписан Терещенком, это УБЖП города наш. Но акт разграничения не означает согласие на установку этого прибора. То есть нет узгоджения с бралансодержателем, с городом. Потом у них есть письмо к житлосервису, 21 числом у вас тоже? Да. Есть письмо к житлосервису, к управителю. Но письмо отправлено, не факт, что они его, во-первых, получили, а во-вторых, нет еще даже на него ответа. То есть управитель тоже не согласован. То есть когда занимаются, скажем так, конструктивными элементами дома, должен присутствовать инженер, как бы, этой организации, на данном случае житлосервиса, как бы, но его здесь нет. Здесь нет ни метрологии, которая должна присутствовать при установке счетчика, скажем так, потому что они тоже... Так счетчик сейчас на данный момент еще не ставится, ставится только я. Какая разница? Когда будет устанавливаться счетчик, будет представитель метрологии и все остальное. Жильцы дома предложили о том, чтобы этот вопрос вынесется на общее собрание дома, выберется, упугнуваженную особо-будынку согласно 417-го закона и поставится вопрос на порядок Денны на встановление, чины встановления этого вузла облику. После того, как проведется голосование, мы дадим официальный ответ под Криворожгаз, для того, чтобы в нем уже будет указано, согласны или не согласны. Потому что здесь сейчас вы видите, ну, 10-20 человек, например, в доме 68 квартир. Как можно понять настроение этого дома? Никак. Я с вами согласен. Поэтому мы предложили... Ну, как я знаю, по вторникам по четвергам, по-моему, мы связывали с вашим руководством. Да, там есть комиссия. Происходит комиссия, поэтому... Вот я приглашаю представителя. Вот, смотрите, вас будут приглашать на комиссию, в установке счетчика сейчас никакой не будет, ничего подписывать не надо будет, ситуация знакома. Выбирайте человека, который будет выступать от ваших интересов. Вас пригласят на 9 часов, по-моему, там... На 16. А, на 16. На 16 часов, да. Проспект Металлургов 1. То есть вторник и четверг. Соответственно, завтра четверг можете приходить... Я вас приглашаю, завтра... Завтра пятница. А, сегодня, да, сегодня приглашаю вас в 16-0 на комиссию. По 417-му закону, для того, чтобы выбрать уповнобоженную особу в будинку, они должны уведомить всех спевластников в будинку за 10... Можно перенести, можно перенести, если вам удобно, если вы не любите. Мы об этом и говорим. Я же говорю, каждый второй день... Мы не спеши, мы никуда не спеши. Здесь вопрос был в чем, как бы. Вот работник Леворожгаза сам подтвердил, что он узнавал в Саксанском райисполкоме. Даже ОСНа здесь нет. То есть для того, чтобы выбрать эту уповнобоженную особу, сейчас никто не может ни акт подписать здесь от этих спевластников, потому что особо этой нет, она не выбрана. Мы предложили, я жрю, что... Ну, смотрите, в любом случае, например, некоторые квартиры закрыты, некоторых нет людей дома. То есть кого-то мы пройдемся под роспись, уведомим за 10 рабочих дней о том, что будет у нас собрание. Кому-то мы должны отправить по почте. Я не против, если мне напишут звернение на Голову управления, про то, что они будут... Прогода у них будет... Да, 2000... Да, 2000... И будет у них висновок по тому, 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 тому. Я не против, если они мне дадут его на завтра. На завтра. На завтра. Нададут таке звернение на Голову управления, что на протяжении 10 дней будет... Это относится, как проспект 230, дом 6. На это заявление будет сегодня вечером. Да, я вам привезу меня на ДСТ протокол. Если можно, хотелось бы, конечно, в пятницу до понедельника... Ну, до пятницы, завтра, конечно. Я завтра готов от вас получить на Саксанской дельнице. Да, о том, что мы выбираем уваженную особую будинку и проводим загаренные сборы для того, чтобы определить, согласны же цели или нет. Загаренные мы проведем через 10 дней. Нет. Просто смотрите, я еще раз говорю. Это фактически, физически невозможно даже через 10 дней. Почему? Потому что надо каждого спивластника уведомить. Если, не дай бог, одна квартира, например, не открыта, одна, мы обязаны отправить ему заказным с уведомлением письмо. Это время, это все. Пока письмо вернется, это минимум. Нам надо, чтобы письмо... Достатнее будет 51% мешканцев. Нет, нет, нет. Уведомить надо всех. Написано, что мы обязаны... Голосование, да, 51%. На данном случае все должны. Мы должны уведомить... Все не могут быть. Мы хотим, что больше, 501%. Нет, вопросов нет, согласен. 51% нужно для того, чтобы принять это решение. Согласен. Оповестить, оповестить все. Но оповестить обязаны все. Если вот эта процедура... 417 закон, ст. 9, значит, мы берем, их оповещаем. Просто проблема в чем? Письмо на почте лежит 2 недели. 2 недели оно лежит там и потом возвращается обратно отправителю. Создается инициативная группа протокол. Мы ее создали. Потом инициативная группа берет от своего имени, отправляет заказным с уведомлением співвластникам листы. Ну, некоторых, понятно, это дорого. Мы под роспись составим, чтобы мы их уведомили. Всем остальным отправим по почте. Как только у нас все с уведомлением, уведомления вернутся назад, или же второй вариант письма, мы можем вам это все показать. Я жду от ваших двух будинків заяву на голову управления. Потому что вы будете проводить эти процедуры усі, что вы будете визначатися. От шестого дома мы вам предоставим то, что там уже сменился управитель, то, что там уже не житло-сервис КР, и тут уже есть круча компания, яка будет давать взвертатись для встановления вот этих всех моментов по установке этого счетчика. Поэтому дома мы это все вынесем на общее собрание. То есть будут два разных письма. А вы брали разрешение согласования у житлого сервиса? Да. А вы хотите уже другую компанию перейти? Да нет, нас все устраивает. Все нормально. Так, ну все, я считаю, конфликт доисчерпан. Спасибо большое, сынуличка. Спасибо, да. Нет, до сих пор не было. Будьте здоровы, до свидания. А то бы мы хотели вас вот так вот на дерево подвисать. Сейчас он едет и пойдет. Кайфу не езжает. Ну да.